Салют всем, на связи Савченков Иван, также известный как Дон Хуан. Вы на канале Школы Сам Себе Битмейкер. И сегодня я отвечу на вопросы, которые вы оставили в комментариях под предыдущим видео. И давайте приступим. Ну что ж, приступим. Первый вопрос. Как мастерить бит и ударные? Ну, на эту тему у меня есть много обучающих видеокурсов. Я оставлю ссылку на страницу с описанием в описании под этим видео. Если тебе интересно, ты можешь перейти, ознакомиться с описанием, приобрести их, изучить, и тогда ты научишься мастерить бит и ударные. Как сделать пространство в миксе при сведении, чтобы не было перебора с частотами и место для голоса оставалось? Во-первых, раскидай инструменты по октавам, чтобы они не конфликтовали между собой как раз таки по частотам. Во-вторых, можно поиграться с панорамой, поэквализировать что-то, что-то приблизить, сделав шире, что-то отдалить, сделав уже. А по поводу места для голоса, мне кажется, что тут сложновато будет, если у тебя нет этого самого голоса, потому что у всех голоса разные, и каждый голос звучит в своем частотном диапазоне, поэтому без голоса тут сложно угадать. Если есть тот самый голос, для которого тебе нужно оставить место, тогда все просто, просто вокруг него все собираешь. Как проектировать пространство в миксе, типа где стерео располагать инструменты? Да не очень, блин, понятный вопрос, но по поводу стерео, смотри, главные инструменты можно делать пошире, второстепенные, которые на заднем плане, делаются поуже. Ну вот по поводу стерео. Как компрессор склеивает группу, если он ориентируется на уровень громкости? Ну, именно так и склеивает. Те звуки, которые потише, он их приподнимает, что-то наоборот приплюскивает, да, и получается такая вот коробочка, в которой вся группа собрана и звучит слаженно. Как избавиться от щелчка при включении плагина в миксе? Пример, в определенный момент должен подключиться гроссбит, и при его включении происходит неприятный щелчок. Как избавиться от этого? Это очень просто. Просто делай автоматизацию не на лампочку включения-выключения, а на вот эту ручку. И там плавно просто делай включение его. Либо же вот на эту ручку. И тогда никаких проблем с щелчком не будет вообще. У меня из Edison сэмпл трек не вставляется на дорожку, выскакивает ошибка. Можно ли это как-то исправить? Ну, во-первых, я не могу подсказать тебе, потому что я не знаю, что за ошибка. Во-вторых, на самом деле я никогда с этим не встречался. Вот тебе тут подсказывают в комментариях, что, возможно, какая-то проблема с кодеками или кривая FL. Также, возможно, из-за того, что имя файла русскими буквами, либо же путь к файлу, где-то в пути к файлу русские буквы прописаны. Возможно, и такое. Так, вот пишешь ты реально качественно. Вот там взрывает мозг, а дальше никакого развития во всякие группы кидаешь. Дизморалят. Ну, смотри, когда ты кидаешь в какие-то группы, ты вообще не должен обращать внимание на то, что там пишут. Ты кидаешь в группы для того, чтобы заявить о себе. Кто там, что пишет, это их проблема, и они это пишут в первую очередь про себя. Вот, поэтому недовольные остаются всегда, естественно. Ты не 100-долларовая купюра. По-любому кому-то не понравится то, что ты делаешь. Закидывать это дело, потому что кто-то что-то пишет в группах. Ну, мне кажется, это глупо. Если тебе нравится, ты просто делаешь, продолжаешь делать. Как-то где-то продвигаешься. Все больше как бы даешь себе знать. Потихонечку, потихонечку у тебя начинает все получаться. Просто не надо забрасывать и обращать внимание на тех, кто что там тебе пишет. Ну, опять же, бывает конструктивная критика, да? Бывает, когда вот пишут какашка. Вот на какашки не надо обращать внимание. На конструктивную можно и даже обратить внимание. Как стоит развиваться и, например, все-таки начинать продавать биты, чтобы ты мог отдаваться, там, делал на все 100, сделал один бит в месяц и все. Делай больше. Выработай у себя регулярность. Бит в неделю хотя бы, два бита в неделю. Ну, это каждый по своим способностям, по своим умениям. И выкладывай, плюс продвигай, плюс просто делай, делай и не обращай внимания ни на кого и все у тебя получится. Но опять же, развивайся, повышай свои навыки. Как бороться с однообразием? Делать разнообразно. Накинуть какой-то эффект, добавить какой-то звук, включить гроз бит, сделать эффект под водой с помощью среза высоких частот. Очень много способов делать разнообразно, даже очень-очень-очень простой, минималистичный бит. Просто послушай музыку, как это делают профессионалы, проанализируй это. Я постоянно говорю вам, слушайте больше музыки, только не просто фоном, а именно анализируйте ее и отмечайте для себя, как, где, что сделано. Иногда можно даже повторить, ну, хотя бы для практики, для того, чтобы понять, как это сделано. Вот и все. Как сделать так, чтобы бас не приглушал другие инструменты? Сделать тишину. Это как минимум. Вот еще повторять компрессор. Ну, компрессор, я не знаю, я редко пользуюсь компрессором. В этих целях проще сделать его просто потише. И уже он не будет ничего приглушать. Плюс не надо сильно много поднимать эквалайзером с низких частот. И он не будет тебе ничего приглушать. Как грамотно сделать сайдчейн? Вот ответ. Пик контроллер плюс фрути баланс. Также можно использовать лимитер. Если ты делаешь с прямой бочкой, то тебе поможет гроз бить. А вот и все. Также можно делать сайдчейн на определенную частоту. Ну, точно так же. Пик контроллер, например, и параметрик. На параметрики настраиваешь. А что если не разводить все по разным каналам микшера, а все плагины вешать на единственный канал, на котором стоит бас. Но дело в том, что тогда у нас сабовая составляющая тоже уйдет в стерео. Это не всегда хорошо. Иногда, конечно, можно разводить в стерео и саб. Но это надо делать и очень аккуратно. Поэтому лучше, я считаю, что разделить на две составляющие и в стерео разводить уже непосредственно верхние частоты, средние и верхние, а саб оставлять по центру. Либо же можно и так. Конечно же, можно и так, но только очень аккуратно. Я бы советовал это делать, чтобы бас не начал плавать, чтобы он не начал искажаться. Ну, вот как-то так. А если стандартный плагин будет овердрай, если таким образом и чуть-чуть мастеринга, делай как тебе удобно. Я тебе просто показал один из способов. Так, по поводу плагинов. Вот задают вопрос, у тебя все плагины куплены? Я использую только стандартные фэлловские плагины, плюс некоторые фришные, ну, которые именно фришные, не скачанные нигде. И потихонечку начинаем покупать тоже плагины. Поэтому, вот, ничего стороннего, там, пиратского, я сейчас не использую. Это из принципа. Хотел спросить, ты ставишь на мастер-максимайзер или без него мастеришь? В данный момент я обхожусь исключительно клипером. Но, если ты хочешь более подробнее про мастеринг, про сведение, у меня есть курсы, ссылку я оставлю в описании под этим видео. На этом на сегодня все. Задавайте вопросы в комментариях под этим видео и в одном из следующих выпусков я сделаю ответы на них. Благодарю за вопросы. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, видео было полезным, интересным. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И у меня есть очень крутые обучающие видеокурсы по созданию и сведению битов. Если вы хотите с пользой провести лето, то ссылка в описании. Переходите, ознакомливайтесь и покупайте. И обучайтесь. И... Да пребудет с вами качество и кач. Все. Всех обнял. Всем до скорых встреч.